Наш выпуск продолжает рубрика «Студенческий город» в студии студент 2-го курса Волгодонского инженерно-технического института НИЯУМИФИ, ведущий рубрики Юрий Клемёнов. Добрый вечер, Юра. Что интересного произошло за неделю? Добрый вечер, Артём. В этом выпуске расскажем о мероприятиях, которые состоялись в преддверии 9 мая, но подробнее об этом через пару секунд. В преддверии Великого праздника Дня Победы студенты Волгодонского инженерно-технического института НИЯУМИФИ приняли участие, а также стали организаторами нескольких мероприятий, посвященных 68-летию Победы в Отечественной войне. Одно из первых участия наших студентов во встрече ретро-поезда Победа, прибывшего в наш город впервые. Здесь ребята увидели концерт-спектакль с реконструкцией судеб реальных героев – освобождение Ростова и Сталинградской битвы. Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое – враг будет разбит. Также студенты Витини ЯУМИФИ организовали ряд встреч с ветеранами, на которых узнали о военных годах и событиях тех тяжелых времен. Ветераны рассказали о своих судьбах, историях, которые случались с ними, смеялись и плакали, вспоминая фронтовые годы. Студенты внимательно слушали интересные рассказы ветеранов, интересовались, как сложилась их судьба после войны. В знак внимания к ветеранам студенты Волгодонского инженерно-технического института вручили ветеранам памятные подарки и произнесли слова благодарности за встречу. Еще одним крупным мероприятием в преддверии Дня Победы стала тематическая встреча студентов техникума института Витини ЯУМИФИ с ветеранами Великой Отечественной войны, которая была организована совместно с Волгодонским эколого-истерическим музеем. На открытии встречи с приветственным словом выступила руководитель нашего института. Самые светлые слова, наше сегодня все внимание в эти майские дни приковано к ветеранам, которые вынесли тяжелейшую победу, которые дали победу всему миру, которые демонстрировали свою отвагу, мужество, которые были способны на самоотверженные потери для того, чтобы спасти мир, спасти свою землю, спасти свою Россию. Программа мероприятия включила в себя просмотр документального фильма о войне ветеранах и совершенных солдатами подвигах во времена войны. Сюрпризом для ветеранов стал подготовленный творческий номер студентки Витини ЯУМИФИ. Не землю нашу помегли когда-то, А превратились белых журавлей. Они до сей поры с вредом севдавних летят и подают нам голоса. После все собравшиеся почтили память погибших на войне солдат минутой молчания. Ветераны выходили к микрофону, читали стихи о войне собственного сочинения, делились воспоминаниями о суровых минутах в тылу. В конце встречи с ветеранами вручили цветы и памятные подарки. Такие мероприятия обязательно нужны современной молодежи, в особенности, чтобы не было никаких там национальных движений, потому что в войне участвовали все народы. И я думаю, что это мероприятие воспитывает прежде всего патриотизм человека. Побывав на сегодняшнем мероприятии, я узнал многое об истории войны. Это пополнило мой багаж знаний. Мне очень было приятно побывать на этом мероприятии. Подвиг наших ветеранов невозможно переоценить. Большое им спасибо. По случаю Дня Победы в институте открылась выставка, посвященная ветеранам Великой Отечественной войны, которую организовали студенты Виттини и Яумифи. Эта выставка посвящена ветеранам Великой Отечественной войны. В преддверии 9 мая наши студенты встречались с ветеранами и узнавали истории их жизни. Эти истории очень интересные, и мы решили организовать фотовыставку, в которой представлены фотографии, ветеранов, и также рядом рассказы, которые они нам поведали. Хотелось бы выразить вам слова огромной благодарности за ваш героический подвиг. Хотелось бы пожелать в преддверии этого светлого праздника безграничного счастья и долгих лет жизни. Спасибо вам. Ветераны, мы хотели бы пожелать вам здоровья огромного и поддержки близких. Дорогие ветераны, от всей души хотелось бы пожелать вам еще долгие-долгие годы видеть, как растут ваши внуки, правнуки, ваши дети. Дай Бог счастья и здоровья вам и всем вашим близким. И на сегодня это все. Спасибо, Юра, еще увидимся.